Друзья, всем привет! Это канал Диктатура Закона. Помните ту историю, связанную с незаконным удержанием алиментов? Поступают алименты от бывшего супруга, и Каспи-банк начал удерживать 50% от алиментов, которые поступали на счет детей. Так вот, к нам пришла Камила, которая готова поделиться своим мнением о результатах проделанной нами работы. Камила, вообще что-нибудь изменилось после того, как мы опубликовали видеоролик на своем YouTube-канале? Да, изменилось, конечно. Каспи-банк перестал удерживать 50% от алиментов, которые поступают ежемесячно. Это уже большой плюс. И они перестали звонить. И перестали звонить, угрожать. То есть ни одного звонка не поступило. Только когда выпустили ролик, выложили на YouTube-канале, тогда 4 раза подряд из Каспи звонили. Я сама не могу им дозвониться. Я получила в письменном варианте ответ от Каспи-банка, потому что ребята из диктатуры закона провели большую работу. За это им отдельное спасибо. Вот этот закон, именно относительно моей ситуации, вступает официально в силу с 24 сентября этого года. И есть закон, но по факту не работающий. Поэтому хотелось бы, чтобы на простых людей чаще обращали внимание чиновники и те люди, которые создают эти законы, чтобы никто никогда больше не попадал в такие ситуации, незащищенные слои общества. В целом я благодарна за то, что на сегодняшний день мои дети получают деньги, предназначенные для их обеспечения в полном размере. Это единственный такой большой плюс. Пожелание, чтобы все-таки люди не жили, как котята слепые. Сказали, идите, идем. Сказали, прыгайте, прыгаем. Чтобы такого не было. Чтобы каждый человек понимал, что у него есть право. Право голоса, право действия. И чтобы каждый до конца отставил свои права. Вот очень хотелось бы это. Но у нас люди как-то немного по-другому живут. Многие боятся каких-то вещей. Не надо бояться, у каждого есть право. И нужно идти до конца. В чем сила? В правде. В рамках этого дела я ограничивался лишь одним запросом Национальный банк страны. И пообещал себе, что не буду бриться, пока не добьюсь результата. Но, как видите, все на лице. Как долго мне пришлось ждать этого ответа. Но, в конце концов, Национальный банк ответил. Согласно этого ответа, под пункт 1, пункта 3, ст. 36 Закона Республики Казахстан о банках и банковской деятельности, обращение взыскания в бесспорном порядке на деньги, алименты, предназначенные на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, запрещены законом. Однако, эти изменения вводятся в действие лишь 24 сентября 2019 года. Ну, а в нашем случае, после предыдущей публикации, Каспий Банк прекратил удерживать алименты у нашего клиента. По какой причине, нам это неизвестно. Однако, результатом осталось довольно, как наш клиент Камила, так и мы сами. Резюмируя это видео, хотелось бы сказать, что через 4 дня этот закон вступает в силу, и никто не вправе удерживать алименты на самом законодательном уровне. Если этот канал был полезен для вас, подписывайтесь на нас. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok